Встреча 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 Развивать некоммерческий сектор на селе. Задача для глав муниципальных образований была поставлена на заседании по развитию гражданского общества. По итогам докладов сделан вывод, что некоммерческие организации работают эффективно. Взаимодействие с органами власти, грантовая поддержка из окружного бюджета вносит неоценимый вклад в развитие данного направления. Заседание совета проводится дважды в год. Главы муниципалитетов участие в нем приняли впервые. Их призвали включиться в поддержку некоммерческого сектора и к участию в благоустройстве своих населенных пунктов. Я хотела бы обратить внимание, что территориальное общественное самоуправление, которое может делать у нас игровые площадки, благоустраивать поселки, строить мостовые и много-много чего еще в рамках благоустройства своих территорий. С участием жителей. Кроме того, Ольга Старостина отметила необходимость наладить взаимодействие с Молодежной палатой, чтобы она стала той площадкой, где могли бы собираться представители некоммерческих организаций и решать необходимые вопросы. Очнулась и решила вернуться. Медведица, которую экологи вместе с нефтяниками несколько дней назад депортировали на остров Долги, вернулась на Тобойское месторождение. Напомним, медведицу весом 200 килограммов сначала усыпили, а затем вертолетом доставили на остров Долгий. Ситуация находится под контролем. Сейчас экологи ищут варианты решения проблемы. Управление природных ресурсов и экологии НАУ планирует привлечь высококлассного специалиста по белым медведям из Института проблем экологии и эволюции Российской Академии наук. Совместно будет принято решение о проведении спасательных мероприятий. Один из вариантов – вывезти медведицу в район острова Вайгач или на Новую Землю. Пока животное ведет себя спокойно, вахтовикам рекомендовано не прикармливать ее и не провоцировать на агрессивные действия. Все работы поселковой администрации по благоустройству территорий обращаются в прах. Не прошло и трех месяцев, как мост влюбленных опять стал мостом разбитых фонарей. В случае поверг в шоке жители поселка и мастеров, которые занимались установкой и облагораживанием моста и заказчика сооружения. Алина Ваучейская пребывала в шоке вместе с ними. 106 метров длина, 2,5 ширина, 8,5 тонн металла – это 54 стальные сваи. По официальным документам это сооружение называется пешеходный переход. Впрочем, есть у него и другие названия – мост дружбы или мост влюбленных. Теперь еще и мост разбитых фонарей. Кадры, которые вы сейчас видели, мы снимали еще в мае. В середине лета мост довели до совершенства, установили перила и провели освещение. За полгода это сооружение уже стало достопримечательностью поселка Искателей. Мамы с колясками, скандинавские ходоки, влюбленные пары, фотосессии. А еще это место облюбовали местные подростки. В конце августа произошел первый инцидент. Все 14 фонарей разбили. Подрядчик понес убытки, но разбитые плафоны заменил на новые. И вот спустя ровно три месяца снова здорово. Этот случай поверг в шок и жители поселка, и мастеров, которые занимались установкой и облагораживанием моста, и заказчика сооружения. Ну, сегодня вроде как для людей стараюсь, это зона отдыха, и там я вот наблюдал просто люди. И с колясками ходят, в детский сад, проходцы все равно, должно быть, освещен. Ну, и там молодежь смотрела, отдыхала, сидели на скамеечке. Ну, и она, когда она освещена, она хорошо. Она и вечером хорошо просмотрится. Ну, видно, как бы, тех, кто бьют, это не надо. Их это не интересует. Просто я хочу сказать, что отпадает, охота там что-то делать. Если так вот и будет продолжаться, то боюсь, что я все это подключаю и, наверное, делать не буду. Зачем? Потому что тратить просто бюджетные деньги на замену этих фонарей и всего прочего, это нелогично совершенно. Как предполагают в поселковой администрации, фонари разбивают местные подростки. Скорее всего, в качестве орудия юные вандалы используют стеклянные бутылки. Зачем они это делают, вопрос, понятно, из разряда риторических. Виновники остаются безнаказанными. На этом объекте еще не установлено видеонаблюдение и вычислить злоумышленников очень сложно. И это, говорят в поселковой администрации, самое обидное. Да занимаются они пускай спортом и хорошими делами, благотворительными в том числе. Если людям некуда силы удевать, так я не знаю, секции спортивные или еще что-то. Тем более и на факеле, и в искателях, и в спортивных залах, и в сооружениях очень много. Поэтому лучше в силу, как говорится, дурную пускать в дело, а не на такие вещи, на которые страшно потом смотреть. Кстати, если охотников за фонарями все же поймают, то им грозит уголовная ответственность. Статья 167 Уголовного кодекса предусматривает наказание от штрафа до лишения свободы на срок до трех лет. Делом о разбитых фонарях уже заинтересовались правоохранительные органы. На место происшествия выехала следственная оперативная группа. В ходе осмотра были обнаружены 10 разбитых плафонов уличных фонарей. В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Сотрудники полиции обращаются к гражданам. Если кому-то что-то известно по данному факту, просьба сообщить дежурную часть МВД России по Нинецкому округу по телефону 02 или 42126. Впрочем, несмотря на этот инцидент, в Искательской администрации продолжают проектировать зоны отдыха для поселка. Глава постсовета верит, что вандалы все же одумаются и впредь таких случаев больше не произойдет. Рядом с мостом, вот в той лесной зоне, в скором времени будет располагаться парк отдыха. Там уже провели освещение, а с приходом теплого времени года установят лавочки и беседки. Местные администрации надеются, что эта территория понравится жителям поселка и они сами будут заботиться о ее сохранности. Ну а на замену перебитых осветительных приборов на этом мосту потребуется не один десяток тысяч рублей и несколько недель работы. Так что пока мост разбитых фонарей остается стоять в темноте. Алина Ваучейская, Александр Дуркин, Телеканал Север. Оставайтесь с нами, вот что вы увидите сразу после рекламы. Спасатели ликвидировали последствия частичного обрушения жилого дома, которое произошло в результате нарушения целостности несущих строительных конструкций при проведении строительных работ. Уникальные кадры с места событий в нашем репортаже. Оркестр космодрома Плесецк прогремел в Наринмаре. К дню воздушно-космической обороны военные музыканты исполнили самое лучшее произведение. СПК «Ерв» реализует мясо оленины по цене 255 рублей за 1 килограмм в туше. Несные консервы 500 грамм по 175 рублей. 325 грамм по 120 рублей. Приобретайте со склада в Наринмаре. Улица 60 лет, Октября, 74А. Телефон для справок 486-02. Ненецкая телерадиокомпания и госавтоинспекция ОМВД Панау представляют Специальный проект ко дню матери. «Мама рулит!» С 24 по 28 ноября с 12 до 13 часов. Звоните на радио Наринмар-ФМ по телефону 2-102-5. Отвечайте на вопросы ведущего на тему безопасного поведения на дорогах. И выигрывайте главный приз. Детское автокресло. Спонсор проекта – магазин «Карапуз». Наринмарские спасатели сегодня провели едва ли не самое масштабное учение последних лет. На время всероссийской тренировки все силы и средства МЧС были переведены в режим чрезвычайной ситуации. Каждый регион получил свой сценарий событий. У нас, по легенде, обрушилась стена в многоквартирном жилом доме. Не обошлось без пострадавших. На ликвидацию ЧАЭС были направлены почти 80 человек, в том числе больше десятка единиц спецтехники. Мой коллега Олег Хатанзейский уверяет, что было очень правдоподобно. Как будут действовать спасатели, случись реальная авария, увидите в следующем репортаже. Обрушение части стены дома, улица Менчиков, 11. Принял. Действуя хоть и по заранее согласованному сценарию, спасатели и другие участники крупномасштабных учений не смогли избежать импровизации. Даже у задуманной чрезвычайной ситуации появился свой путь развития. Площадка для испытаний – обычный многоэтажный жилой дом в Наринмаре. Согласно легенде, во время строительных работ в одном из подъездов обрушились несущие конструкции. Мгновенно случилось возгорание. Экстренные бригады прибыли уже через 5 минут после ЧП. Пока огнеборцы тушили выдуманный пожар, кстати, использовали даже многометровую выдвижную лестницу. Тем временем зеваки не упускали возможность все это прямо с балконов запечатлеть на свои гаджеты. Когда помещение подъездов заволокло условным дымом, к экстренной локации жильцов приступили спасатели. Надев специальное оборудование, кислородные маски, защитные костюмы, они отправились на поиски пострадавших. Тяжелораненых госпитализировали сразу в больницу. Остальным оказывали помощь на месте. На площадке дежурила бригада скорой помощи. Ну, в качестве пострадавшего выступил я, якобы я надышался угарного газа и мне стало плохо. Сейчас сотрудники МЧС выносят меня на свежий воздух, где окажут первую медицинскую помощь. Ой, мамочки. Скорую, скорую, скорую. Сейчас меня передают в руки к врачам, они мне окажут первую помощь. Ну, на самом деле, очень страшно. В больницу меня, конечно же, не увезли, но для реалистичности в машине скорой даже надели кислородную маску. Правда, все это осталось за кадром. Спасательная операция подходит к концу. Сотрудники МЧС, спасатели, сворачивают свою технику. Ну, надо сказать, что все прошло гладко. Правда, попугали немного жителей вот этого дома. Они не понимали, что происходит. Мигалки, сирены, куча спасателей, скорая помощь и так далее. Но зато теперь стало ясно, наши спасатели готовы прийти на помощь в любую минуту и отработать слаженно. В общей сложности около ста человек. Именно столько было задействовано в тренировке. Реалистичность этих событий, хоть и можно поставить под сомнение, но правдивостью она не отличалась от реальной жизни. На лицах людей не было улыбок, да и тревога неподдельная. Итогом любой тренировки это слаженность работы, слаженность подразделений, взаимодействие со всеми органами управления, структурами, поиск определенных недостатков, недоработок, для того, чтобы в дальнейшем и при реальной ситуации их не допускать. По словам самих участников учений, сработали хорошо, но еще есть над чем поработать. Впрочем, официальную оценку за всероссийскую тренировку поставят чуть позже, когда в региональном центре МЧС подведут свои итоги. Олег Котанзийский, Дмитрий Лукевич, Игорь Грочев, Телеканал Север. Юридическая помощь для всех и за спасибо. В преддверии профессионального праздника юристов для жителей региона организовали Дни бесплатной юридической помощи. В течение трех часов на животрепещущие вопросы граждан отвечали 11 специалистов. Светлана Карельская за юридической помощью обращается нечасто, но в этот раз возник вопрос по продаже комнаты. Получить консультацию в одном месте и сразу у нескольких специалистов – большая удача. Мне очень этот день нужен, чтобы задать вопросы и узнать, что и как правильно, грамотно сделать, свои проблемы решить. Профессиональную помощь жителям региона оказывали 11 специалистов – это и нотариусы, и сотрудники ЗАГСа, Пенсионного фонда, налоговых органов, судебные приставы и таможенники. Больше всего консультаций дали адвокаты. На сию минуту два вопрос по наследственному праву, по жилищному. Одному гражданину, получается, консультация дала, я думаю, подробная, поскольку более она ничего не требует, письменных обращений в суд либо вины какие-то государственные органы, на месте разрешен вопрос, да. А другому гражданину действительно требуется помощь через судебные органы. Дни бесплатной юридической помощи прошли во второй раз. В прошлое за помощь обратились 30 человек, в это 21. Несмотря на сокращение числа обращений, проблемы у жителей региона остаются. Поэтому, говорят организаторы, дни бесплатной юридической помощи пройдут и в следующем году. Закир Ваффин, Дмитрий Лукевич, Андрей Котов, Телеканал Север. Эмблемы памятников природы, туристические маршруты к ним и даже сайт термального источника «Пымбашор» представили участники второго этапа регионального конкурса «Природные сокровища тундры». Конкурс в рамках ежегодной международной экологической акции «Марш парков» прошел в Ненинском краеведческом музее. Каждый ее участник желает сохранить уникальные природные территории Ненинского округа для будущих поколений. Юный эколог Юлия Денисова, побывав в июне на Северном Тимане в составе экологической экспедиции, занялась изучением тундровой флоры. Ее работа по оценке разнообразия растений стала результатом нескольких месяцев упорного труда. Она призывает защищать территорию Тимана и сделать ее охраняемым природным парком. Мы нашли два нового вида, которые еще никто не находил. Также это потом может моя работа вся пойти в раздел о защите ОПТ и, скорее всего, возможно, он станет оригинальным изучением парка Северного Тимана. Свои работы на суд-жюри представили 11 школьников и студентов Ненинского округа, которые уже прошли первый отборочный этап. Все конкурсанты провели серьезную работу. Как итог, это вот их сегодняшнее выступление. И было приятно сидеть, слушать работу. И действительно все на достаточно хорошем уровне. То есть работы, которые можно показать не только в нашем регионе. Большое внимание конкурсанты уделили развитию туризма в Ненинском округе. Научный руководитель из Харуты Светлана Пономарева и ее ученик разработали туристический маршрут на термальное урочище Пым-Вашор по реке Адзве. Основой для исследования стал опрос местных жителей о поездке к памятнику природы. Добираются на лодках до Пым-Вашора. Весной, большинство людей, площадь аллеи, там вода очень маленькая, перекатов очень много. Речку надо знать, чтобы ездить. Туристов, желающих посетить Пым-Вашор, немного. Но для них исследователи разработали интернет-сайт, который подробно рассказывает о самом источнике и о маршруте. Некоторые жители Харуты даже готовы помочь туристам добраться до места. Местные жители согласились и сказали, если будут обращаться, говорите, направляйте по-моему. Еще один житель Харуты, девятиклассник Кирилл Хатанзейский, вдохновился Вашуткинскими озерами, которые находятся в 365 километрах от Харуты и славятся большим разнообразием и количеством рыбы. Оказывается, на Вашуткинских озерах в 50-е и 60-е годы хотели построить рыбзавод. И даже была проложена узкоколейка, железная дорога прямо к воде. И она осталась, но все заросло уже травой, землей. Этот проект не осуществился. Еще мы узнали один момент, что князь Потемкинский посылал артель на Вашуткинские озера за рыбой. И эта артель с усть-усы пешком добиралась до Вашуткинских озер, ловили рыбу и потом нагруженные возвращались обратно. Дорога этой артели осталась неизвестной. Как они добирались, по какой тропинке они шли, это осталось в тайне. Работу оценивали ведущие экологи и специалисты округа. Победители объявили в четырех номинациях. В одном наступлении произвучал вывод, что сохранение уникальных уголков нашей породы в первую очередь зависит не от органов государственной власти, не от учреждений, а зависит от всех людей. И очень радостно, что ребята, многие из которых жители, сельских поселений, понимают это. Несмотря на соревновательный характер, конкурс стал важным этапом экологического развития округа. Надежда Литкова, Леонид Шишелов, Игорь Рочев, Телеканал Север. Мы снова перерывемся на короткую рекламу, сразу после нее продолжим. Оставайтесь с нами. Они получили за нее второе место на Всероссийском фестивале народного творчества «Салют Победы». По словам артистов, это лучшая память о погибших воинах Заполярья. В дни ненецкой культуры Иллипс показал театрализованную постановку «Мы сбережем святую память». Ненецкая телерадиокомпания и госавтоинспекция ОМВД Панау представляют Специальный проект ко дню матери «Мама рулит»! С 24 по 28 ноября с 12 до 13 часов. Звоните на радио Нарьянмар-ФМ по телефону 2-102-5. Отвечайте на вопросы ведущего на тему безопасного поведения на дорогах. И выигрывайте главный приз – детское автокресло. Спонсор проекта – магазин «Карапуз». Ань, здорово, дорогие земляки и гости земли Ненецкой! Дом культуры города Нарьянмара приглашает на концерт народного ненецкого ансамбля песни и танца «Хаяр». Известный коллектив представит вам свою программу «Когда возвращаются птицы». Не пропустите! 29 ноября концертный зал Культурно-делового центра «Арктика». Начало в 17 часов. Стоимость входного билета 100 рублей. Справки по телефону 2-16-88. Военные в городе. В Культурно-деловом центре «Арктика» прогремел военный оркестр Государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации. Со сцены звучали как классические, так и эстрадные произведения. Подробности в нашем сюжете. Свою историю космодром берет с 1957 года. Тогда на Севере в кратчайшие сроки за 7 лет были возведены стартовые технические позиции, поставленные на боевое дежурство ракетных комплексов с межконтинентальными баллистическими ракетами. К слову, одна из частей космодрома находится и у нас в городе. Но история войск воздушно-космической обороны началась не так давно. На первое боевое дежурство военные заступили 1 декабря 2011 года. В преддверии этой даты у Наринмары приехал военный оркестр первого испытательного космодрома Плесец. Уже более 20 лет им руководит заслуженный артист Российской Федерации Александр Чикин. В составе музыкальной труппы 24 человека. В нашем оркестре задействованы, начиная от флейты пикова, кончая бас-гитары. Все инструменты, набор инструментов, деревянная группа, группа духовых инструментов, трубы, тромбоны, баритоны и ритм секции. Клавиши, бас, ритм гитара, ударная установка. Оркестр Чикина сопровождает все мероприятия, которые проводят на космодроме, выступает и на церемониях принятия воинской присяги. Мы сбережем святую память. В дни ненецкой культуры в Наринмаре презентовали театрализованную постановку, посвященную олено-транспортным и лыжным батальонам. Спектакль рассказывает о том, как в Тундру пришла война и увела практически всех мужчин вместе с оленями стадами. В стойбищах остались женщины и старики. Так в их жизнь пришли тяжелые будни, редкие письма и бесконечная надежда. 9383 наших земляка ушли на фронт, из которых каждый третий не вернулся. Война в ненецкую тундру пришла внезапно, когда 20 ноября 1941 года Государственный комитет обороны направил на Ренмар постановление о мобилизации. Со всех тундр в столицу округа стали съезжаться оленеводы, рыбаки и охотники. Вместе со своими неизменными спутниками, оленями и собаками стали собираться на фронт. К январю 1942-го Карельскому фронту были подготовлены три эшелона. В ряды советской армии направились 600 каюров и почти 7 тысяч оленей. Все они воевали в составе 31-й олено-лыжной бригады. Олени-упряжки были единственным надежным видом транспорта. Они доставляли зенитчикам снаряды и продовольствие. Вывозили с поля боя раненых. В 1942 году аэродром Гитлеровцев, расположенный в Питсама, был разгромлен олено-транспортным батальоном. Нашим тундровикам было очень просто. Русский язык в то время мы плохо знали. И очень много тонуло во время переправ через реки. Плавать не умели. Стойбища опустили, но жизнь в них продолжалась. Дети и женщины ловили рыбу, караулили стадо, добывали дрова. Редкие письма, которые доходили через полевую почту, становились настоящим праздником. А когда приходили похоронки, поддерживали друг друга и спасались песней. В надежде на скорое окончание войны и возвращение родных обращались и к небесным силам. Между тем на фронт начали призывать совсем юных парней. Зимой 43-го в Карелии сформировали еще четыре бригады оленного транспорта. Благодаря им удалось успешно провести освободительную Питсама-Киркенесскую операцию. В победном 45-м 31-я бригада освободила Польшу, форсировала Одер, а войну закончила возле склада Праги. Краткий, но очень точный экскурс в историю военного времени получился благодаря тщательно проработанному сценарию. В его основе фронтовые письма, воспоминания, произведения Алексея Печкова, Прокопия Фтысова, Роберта Рождественского. У нас было 30 минут, и нужно было сделать очень четко, грамотно и очень компактно. То есть мы вплоть до того, чтобы вымеряли посекундно, поминутно время, чтобы это было и в наших традициях. То есть ведь коми, единицкий народ такие неспешные люди, да, то есть вы сами видите по сценам, нет такой мобильности, такой быстроты. То есть все неспешно, все очень у нас, ну тундра есть тундра, да. Еще одна особенность постановки – творческая группа. Помимо фольклорного ансамбля «Печорянка» и самодеятельного театра «Иллипс», в постановке приняли участие непрофессиональные артисты. Когда ты понимаешь всю ту роль большую, которая была сыграна нашими оленолыжными батальонами, то играть с ним все легко, потому что ты сопереживаешь им, ты играешь, ты просто живешь. Постановка «Мы сбережем родную память» уже получила первую награду. Второе место на Всероссийском фестивале народного творчества «Салют Победы». По словам артистов, это лучшая память о погибших воинах Заполярья. Валентина Чибичек, Вадим Носкин, Телеканал «Север». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова